Друзья, всем привет! Меня зовут Настя, я вас приветствую на своем канале. Ну что, у меня появился звук, скоро появится и картинка сзади, я очень надеюсь, но мы развиваемся в нашем канале. Что хотелось бы рассказать в этом видео? Конечно же, сегодня это будут новости про образование, а точнее про наших олимпиадников российских, что они где и как заняли. Также я расскажу про новую социальную сеть, про которую вы, возможно, не знали. Она в основном направлена на монетизацию вашего контента и также хотелось бы поделиться планами на будущее, о чем я буду вам вещать. Поэтому поехали! Первая новость, с какой хотелось бы начать, это с наших олимпиадников по математике. Они заняли второе место в общекомандном зачете на Международной математической олимпиаде, которая происходила в Санкт-Петербурге после команды Китая. Вторая новость. 51-я международная олимпиада по физике, которая проходила в Литве, завершилась полной победой российских школьников и все 5 мест, 5 золотых, завоевали наши российские школьники. Думаю, что это очень круто. И имена тех, кто занял эти 5 победных мест, я напишу внизу в описании. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации участники участвовали дистанционно. И наши участники, они участвовали на базе МФТИ. Третья новость. Всего 3 выпускницы в России набрали 400 баллов по ЕГЭ, по 4 экзаменам. Эти ученицы из Ростова-на-Дону и из Москвы. Их имена я также напишу внизу в описании, для того, чтобы вы их знали. Четвертое. Хотелось бы рассказать про новую социальную сеть, которая называется Лайки. Эта социальная сеть была создана в Сингапуре. Ее особенность в том, что она использует спецэффекты дополненной реальности. Вообще, социальная сеть, она ориентирована на людей старше 16 лет. Но в основном там аудитория от 5 до 12 лет. И еще одна особенность этой социальной сети в том, что она ориентирована на монетизацию контента пользователя. Пятая новость. Касается меня. Я сейчас участвовала в форуме «Территория смыслов» и узнала огромное количество проектов от платформы «Россия – страна возможностей». Я решила, что я не буду скрывать от вас эти возможности и расскажу вам про все проекты платформы. И также пообщаюсь с участниками данных проектов, для того, чтобы вы узнали, какие возможности, какие перспективы открываются после прохождения данных проектов. Сейчас я также участвую в карьерной школе правительства Москвы. И узнала огромное количество проектов, которые реализуются в Москве и о которых мало кто знает. О самых интересных я также собираюсь вам рассказать, для того, чтобы вы смогли поучаствовать. Это, конечно же, не касается только людей, которые живут в Москве. Потому что даже те, кто живут в регионах, также смогут в этих проектах поучаствовать. На этом все, что я хотела вам рассказать. А также проверить свой микрофон. Напишите, знали ли вы об этих новостях или нет. И интересны ли вам темы проектов, которые реализуются в нашей стране, как в Москве, так и по всей России. Всем спасибо большое за внимание и пока-пока. А, кстати, напишите, как вам звук. Он стал лучше или хуже? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...